Я взмахнула волшебные палочки, и с неба густо-густо посыпались снежинки. Родители похватали своих детей и быстро домой. Только один мальчик не ушел домой, взял снежинку, лезду и говорит, Ребята, это же побед! Тут родители остановились, тоже стали вязать снежинки. Все были так рады, кроме одной двоворожечки, у которой никто не покупал мороженое. Ааа, никто не покупает мороженое! Я, конечно же, все это заметил. Я опять же взмахнул волшебной палочкой И дал ей волшебный букет в сирене, а она поюхала в этот букет. И превратили в прекрасную даму. Тут пробежали рыцарь, стали драться за импечасть. Но уже не до смерти, конечно, но если даже не до смерти, то я и быстро оживлял. Вскоре с них перестал идти, да и у мороженца он закончился. Но никто не унывал, ведь все были так счастливы. Тут скорей вышла мама, погрозила мне пальцем. А потом, не выдержишь, сама засмеялась. И потом говорит мне, скорее верни палочку, а то, мне кажется, торт пригорает. Я взмахнула волшебной палочкой и оказалась возле самой радуги. Ну, наконец-то я потрогала ее. Рука у меня тоже стала радужной. Радуга немного пружинила. Но стоило углубить руку куда-то вглубь, то рука провалилась во что-то мягкое и пушистое. Я захотела скатиться с нее. Но, правда, не с привычки. Пока я лезла, я перепачкала все локти и коленки. А когда скатывалась всю спину и попу. А когда заново лезла, я еще больше перепачкалась. Но потом я еще долго поднялась на радуге. И кидала радужными снежками вниз. Когда они долетали до земли, они вырывались разноцветными брызгами. Потом я, опустившись на землю, увидела радужных коров, радужных детей, радужные дома, радужную дорогу. Ну а по этой радужной дороге шли радужные дети и весело улыбались мне.